Привет, мои хорошие! Начинаю новый влог! Итак, поехали! Предновогодний, как мы квартиру украшаем. Заряжайтесь настроением! Мы, правда, немножко приболели, но об этом позже. Сидим дома и украшаем квартиру. Но еще не до конца, но покажу вам пока, что мы сделали. Вот, собственно говоря, наша елочка. Там многочисленные провода удлинители, потому что здесь вообще какая-то беда с розетками. У меня она каждый год была украшена красными и желтыми игрушками. Я вам показывала. И банты тоже. Не желтые, а золотистые. Я люблю в таком стиле. В этом году у нас год синего тигра, поэтому все игрушки на елке у нас с вами серебристые, такие слегка золотистые, синие, голубые. Но вот гирлянды вообще не в тему, но про нее отдельная история. Вот эти вот такие вот шары наборами заказывала на Озоне. Кому надо, ссылку пишите, оставлю. Синие тоже. Нет, синие маленькие на Озоне, да, заказывала. Набор 9 шаров, где-то 200 рублей. И набор вот таких шаров, но они все разные. То есть три вот таких. Три просто глянцевых. Так, и три вот таких. Рублей 209 шаров. И синие также. Они матовые такие. Так, где у нас маленькие еще другие вот такие с блесточками шарики, да, и другие глянцевые. Этот один шар, помните, из Галамарта висит такой крупный, но вроде пока не сыпется. Не знаю, нормально. Хотя я думала, он будет сыпаться, потому что все так налеплено. И вот эти вот, по-моему, крупные синие шары тоже у меня из Галамарта. Достаточно. Пошла за гирляндой на елку. Хотела купить холодного цвета, как у меня висит на стене. Сейчас про нее тоже расскажу. Холодного цвета, потому что вот это то, что сейчас висит вообще ни к чему. Именно гирлянду. А у меня висит дождь такой, да, как они правильно называются, да? Не сетка, а вот как нить. Дождь, наверное. Девчонки, говорю, подошла. Магазин типа Фикс Прайс. Прямо рядом у нас с Фикс Прайсом открылась. Там тоже все дешево. И там огромный выбор гирлянд. Подошла, которая горит, мне понравилась. Говорю, мне вот такой, девочки, мне дали коробку. Я пришла домой, распечатала. Вуаля! Вот такая вот гирлянда. Мы повесили пока ее. Я сейчас на Вайлберис заказала холодный свет. По-моему, 10-метровую. Просто тупо холодный свет от сети. Вот она сюда подойдет лучше. Я вам потом еще обязательно тоже покажу. Да? Так, что у нас тут еще интересного? Бантики. Это мы давно-давно-давно с Ксюшей делали. У нас такие есть золотые, красные и серебристые. Вот серебристые несколько штук мы оставили. Эти игрушки мы делали с Ксюшей сами. Из глины полимерной. А потом покрывали лаком для ногтей с блесками. Они тоже такие беленькие, сверкающие. Поэтому мы их повесили. Они сюда подходят. Вот колокольчик. Мы сами делали. Мы брали формочки. Обычные совершенно формочки любые. И вот из глины делали игрушки. Запекали, а потом раскрашивали. Самодельные. Вот так. Осталось еще много красных и золотых игрушек. Но в этом году их не будет. Мне кажется, достаточно. Елка у нас метр восемьдесят. Еще есть фаберликовская звезда. Прошлогодняя такая, помните? Золотая. Тоже она сюда не катит. Поэтому елочка у нас вот так в углу пока стоит. И хорошо. Да. На этой стене... Так, сейчас подальше отойду. Чтобы показать вам ее масштабы. У нас трехметровый, три на два. Вот такой вот дождик. Тоже холодный свет. Здесь восемь режимов. Я люблю вот в таком немерцающем, чтобы глаз не раздражал. И крестюшку тоже не бесил. Да. Но я не посчитала на свете, какая стена. Эта стена, она ровно напротив балкона. Это зал. Да. Вот тут темная комната. Сейчас покажу вам потом. Ну, так бегло. Не будет рум-тура. Пока просто так вот. И вот тут такая балка у них. Не знаю, что у них тут ковер висел. Палка-балка. На нее я и повесила. Сейчас я заказала сегодня на Валберес тоже зеленый с позолотой. Потому что обои такие с позолотой. Зеленый с позолотой. Сюда наверх мишуру. И вот это вот все вот так вот прикрою, украшу. И будет красиво спускаться. И будет уже как-то гармонировать с елкой. И все будет гармонично. То есть они в длину, в ширину 2-3 метра. У меня две полоски не влезли. Вон там переключатель. Гирлянда классная на самом деле. Покупала ее за 800 рублей. По-моему, на Азоне или на Валберес. Не помню. Если надо, то тоже ссылки поищу. Но сейчас, мне кажется, уже все дорожает. И вот две полосочки не влезли. Потому что видите, на стене вот эти выступы. Так у нас зал трехметровый. А по факту не влезла немножко. Две полоски. Так. Но у нее нет удлинителя. То есть у нее прям сразу вот там вот розетка. Я сначала к елке подсоединяла. Потому что на елке вот эта гирлянда с переходником. А потом мы купили удлинитель для гирлянды за 100 рублей. И прямо в розетку она у нас спускается. Не стало до пола. Потому что не знали, где что будет стоять. И до сих пор не знаем. Вот она где кончается. Там до пола еще расстояние есть. Потому что, ну, чтобы крестюшка не достала. Так тут холодный цвет. Свет мне очень нравится. Классный. Диван вы уже видели. Вы уже видели его в видеообзорах. Диван с Ксюшкой еще не видели. Ксюш, передай привет, мой сладкий. Привет. Не обращайте внимания на беспорядок, девчонки. Потому что, ну, сайт, понимаете, переезд. Мы стараемся. Еще и приболели. Так, ну, и тут у нас тоже такая вот мишура. Вот такую я заказала мишуру. Только она зеленая. И на кончиках тоже золотая. Вот. И вот такую мишуру я туда вверх повешу. Здесь у нас Ксюшка маленькая. Часики пока висят. Бычок. Да. Ну, такой вот диван у нас, кстати, выдвижной белорусский. И мы его купили вместе с квартирой. Ну, за отдельную сумму. Оба дивана мы купили. Он выдвигается вот так вперед. Он огромный, он хороший, он добротный. У нас остаются теперь не гости. Свекровь остается, сможет остаться на ночевку, да. Вот. Поэтому вот так. Вот это у нас другая стена. В принципе, вот обои, стены, все как бы, ну, ровненько, хорошо. Потолок тоже самое. Все хорошо. Как бы он без изъянов. Она не ободранная, не покоцанная. Единственный, как бы, вариант это полы. Вы тоже их уже видели. Полы, конечно, финиш. Полы надо открывать, наверное, и менять. Мы ждем мужчину, который нам будет все это делать, ремонтировать, да. И будем делать. Вот как бы из зала, да, выходят у нас две комнаты. Вот одна. Тут провод по стене мотается. Это интернет-компьютер идет. Компьютер в детской пока стоит. Вот в темной комнате там стоит диван. И еще как бы есть место. Она достаточно, достаточно просторная. Из темной комнаты есть окошко в детскую. То есть она проветриваем. Мы туда потом сделаем окно, его, наверное, чуть поменьше. И на заказ пластиковая. Или, знаете, мне сказали, друзья, такую вентиляцию. Вот и дальше у нас дверь в детскую идет. Вот там детская. Уже детская. Она с окном. Все, Ксюш, ты что такой грустный, сладкий? Да, не знаю, дизойчиком играете, милая, да. И вот как бы вот из зала идут две комнаты, грубо говоря, да. Другой угол обзора. Это балкон. Это уже стена напротив, да. Прикрутили пока такой бюджетный карниз. На него повесила шторонь. Да что такое, голос пропал. Не стало темной вешать. Одни вот эти повесила. У меня же порфьеры достаточно. Потому что здесь даже гардины скрутили. Когда квартиру продавали, не было даже гардин. Пока так и повесили, вроде как подходит, да. И там у меня тоже на окне висит уже сетка, которая на той квартире висела. Здесь второй диван, на котором валяется сейчас крестюшка. Он стоит возле окна. Вот там розеточка у нас. Да, тут мелочь сейчас валяется. Он играется. Второй диван. И вот так вот окошко украсили мы. Там у нас цветочки стоят. Все необходимое. Вот. И вот так висит сеточка. Вот эта. Я ее там присобачивала, девчонки. Вот не знаю на что. Еле хвостик пила. Присобачила. Она вот так, когда штору расправляешь, она висит. Так все здорово. Там наш балкончик. Балкончик новенький. Балкончик отделанный. Весь вот такой вот под дерево. Утепленный. Потолочек все утепленный. На балкончике висят жалюзи персиковые красивые. Такие вот пока мы так покажу. Пластиковые окошки раздвижные. Первый раз такие. Вижу просто у всех, у кого была и у нас, в том числе, они открываются. Здесь раздвижные. Там на пол бросила пока коврик. Тут еще инструменты все стоят, Женя. Но он не разобрал. Тут есть встроенный ящик хорошенький, такой новенький. Он разберет, потом все туда. Я бросила коврик пока на балкон, потому что хотите туда вешать, если одежда сушится. Но зато нам сушилку оставили. Сушилка вот такая, видите, потолочная, балконная. Ну это как бы вход в зал. Там уже более-менее линолеум в коридоре и на кухне. Там пока не буду ром-тур делать. Убираться надо, а сил нету. Тоже такие вот, видите, какие-то бежево-персиковые обои. Там коридор. Он такой не сильно просторный, но более-менее. Мы пока вешалку повесили, зеркало, ключницу. Коридор, входная дверь. И оттуда в коридоре ванна с туалетом совмещенная. А сюда уже у нас с вами идет кухня. Ух, чем я была, но там тоже сейчас пока вакханалия, поэтому не показывай. Там вот такие вот уже обои на кухне. Вот такие. Ну тоже, в принципе, все добротное. Нигде ничего не отодрано. То есть жить можно. И уже хотя бы на полу тоже линолеум. Вот так. Тоже есть тут дверь. Абсолютно аналогичная. Очень старая дверь. И все, конечно, будем менять тоже дверь на кухню. Вот. Такая же. Они везде тут такие. В общем, вот так кратенько. Для самых любопытных, так сказать, показала вам немножко нашу квартиру новую. Да, потихоньку все будем благоустраивать. Потихоньку вам буду показывать. Потому что сейчас, конечно, делать ремонт это совсем не бюджетно. Очень накладно. Вот. На кухне тоже шторочки повесила. Повесили гардину, обуютили немножко. Все хорошо. В детской пока Ксюша не живет. Там пока у нас стоит, она нам тоже оставила хозяйка старый такой гардероб. Шкаф. Это сейчас по-новому. Это еще гардероб. Гардероб такой старый трехстворчатый с антресолью. Да, как помните, из нашего детства. И там у нас все-все вещи сложены. Там много детских игрушек. Там из матрасиков детских я и сделала. Там можно с детьми поиграть, посидеть, лежать. Там стоит Ксюша стол. Компьютер у нас там стоит. Ящик с игрушками. А, и Ксюшин комодик с вещами еще. Ну так, она там уроки делает, сидит. А спит пока в зале. Все потихоньку будем делать. Наверное, двухэтажную кровать все-таки хотят. Немножко Крестюшка подрастет. Скоро купим эту кроватку. И Крестюшку с тебе туда переселим на первый этаж. И будете там спать. Пока Крестюшка ест ночью, смысла мне ее от себя отдалять нет. Да? Что хотела рассказать чуть-чуть. Помните, я показывала увлажнитель. Казанусий у меня был. В общем, я его сворочила. Сворочила увлажнитель. Я его решила почистить. Причем без агрессивных средств. Если до этого я так делала с агрессивными средствами. Мне соседка дала пасту Амбэй, по-моему. Какую-то супер-пупер. Я бы не сказала, что она супер. Ничего она не очистила. Но я почистила ей. И он мне перестал работать. Нажимаешь на кнопку, она мигает. И не работает ничего. Криндец. Но он у меня постоял какое-то время. Недели две я попробовала залить снова воду. Он заработал. И здесь пока фишка не прокатила, я его почистила без средств. Просто вылила воду губочкой. И что-то он опять не работает. В общем, пришлось заказать новый, потому что воздух жутко сухой. Крестушка просыпается. Даже носик прям вот сухой корочки есть. У меня губы жутко сохнут. Сказал на зоне увлажнитель. Сейчас покажу. Вот как он выглядит. Дымит родной. Я, правда, пока вчера спала с Крестюшкой днем. Женя нам его залил и собрал. Но вроде как система похожа на тот увлажнитель. Это хайвей, по-моему, если я не ошибаюсь. Дерма. Видите, тут даже по-китайски все. Я помню, в конце цифра 600 опять, если ссылка нужна, дам. За 2 с копейками я его купила. Что понравилось, подкупила. Они типа пишут угольный фильтр, но я сомневаюсь. Но я им еще не вскрывала ни разу, девчонки. Поэтому не могу сказать. Понравилось то, что пишет влажность. Вот когда мы его принесли, включили, было 17 вчера. Сегодня 25. И выше 25 не поднимается. Редко 26. То есть выше не поднимается. Почему, не знаю. Здесь есть таймер, на сколько часов хотите включить. И есть режимы максимальные. Как-то мне вчера Женя показывал. Вот такой вот новый, короче, у нас увлажнитель. Ух, как запыхтел. Прям запыхтел, так запыхтел. Здесь еще можно масло заливать. Да, е! Но я пока не разобралась. Поставила рядом. Папа наш придет с работы, мне все покажет. Потому что я его трогать пока не хочу. Включила, слава богу. Но единственное тут еще, знаете что? У нас доска стоит от плиты. Заказали новую плиту, купили новую колонку сюда в квартиру. Все как бы уже установили, подключили. А вот эту штуку оставили. Не знаю, пригодится она нам для чего-то или нет. В процессе, в общем, стоит. С переходником. Он был в комплекте. Видите? То есть вот эта штука, она не ко всем розеткам подходит, но в комплекте был переходник. То есть это китайская версия, я так поняла. Вот он у нас как пыхтит. Он пыхтит? Прям пыхтит, да. Что-то прям он сегодня... Наш тушь очень не слабее. Не, ну наш послабее, кстати, был. Да, вот этот занос, он был послабее. А я его покупала, помнится, за 3 с чем-то тысячи, не меньше точно. В общем, написано, можно заливать аромомасло. Папа придет, покажет нам. Мы зальем, обязательно разберемся. А так вроде ничего. Пыхтит, пыхтит, пыхтит. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такой пока коротенький влог. Когда доукрашу какие-то отдельные места или еще что-нибудь придумаю. Время до Нового года пока есть. Я вам обязательно покажу во влогах, да. Всех люблю, целую. Не болейте, мои хорошие. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.